А накануне закрытия фестиваля открыли сквер фестивальный. Из Олимпийского парка, где, собственно, проходят основные мероприятия Всемирного фестиваля молодежи и студентов, приехали участники, представители разных стран мира, чтобы посадить здесь дерево мира. Но еще до посадки серебристого эвкалипта гостей встречали весело песнями и танцами. Да так, что студенты не удержались и тоже пустились в пляс. У всех студентов в руках смартфоны, чтобы основные моменты запечатлеть и на фото, и на видео. Был их о работе, приветственные речи, ведь сквер носит имя фестивальное в честь проведения впервые в Сочи Всемирного форума молодежи. Сочинцы принимают молодежь и почетных гостей со всех стран мира и из всех регионов России всегда с огромным радушием, гостеприимством и любовью. За что мы и благодарим и главу города, и всех сочинцев и поздравляем с открытием этого замечательного сквера. Символ мира и созидания в этом сквере не только установлены в центре Белоснежный голубь. Был посажен и серебристый эвкалипт. Теперь в Сочи помимо дерева дружбы есть и дерево мира. Приезжают все делегации международные и обязательно считают своим долгом побывать на дереве дружбы. Я думаю, что теперь будут приезжать и обязательно будут считать своим долгом побывать на дереве мира, который заложила наша молодежь. А зарубежная молодежь действительно обещает приехать в Сочи еще раз, теперь уже на отдых. Самый южный город России произвел самое яркое впечатление. Сочи очень красивый город, очень доброжелательные люди, красивая природа и инфраструктура. Здесь очень свежий воздух. Было бы отлично, если бы следующий фестиваль снова прошел в России. Гости разлетелись во все уголки мира с добрым чувством и приятными воспоминаниями о Сочи. В память о них и о международном мероприятии сквер фестивальный. Он принимает в эти дни первых посетителей. Это, конечно же, дети. Причем приводит сюда репетишек не только жители микрорайона Фабрициуса, но и за Светланы. Здесь замечательное место для того, чтобы и погулять, и сводить, куда ребенка есть, и покачаться, и повеселиться, и, конечно же, провести вместе время. Здесь спроектировано четыре зоны. Будет еще и амфитеаты, и арт-зона, различные игровые и спортивные площадки. Тем не менее, сохранена коллекционная бамбуковая роща, проложенные пешеходные тропинки. А для удобства жителей рядом обустроена бесплатная парковка.